Здравствуйте! Я вот сейчас хочу вас познакомить с одной очень симпатичной женщиной, Грета Гарбо. Под этим именем она всем известна. Это кинозвезда. Шведка по происхождению. В 1908 году она родилась, что очень важно, между прочим. И настоящая фамилия была, конечно, не Гарбо, а, так сказать, Густавсон. Когда она стала сниматься в кино, сначала она снималась в рекламе. Просто симпатичные шведы гуляют в симпатичных платьях, туалетах перед камерой. Еще немого кино. И когда уж стала она сниматься в фильмах, она взяла себе псевдоним Гарбо. В ту пору блистала опереточная певица Дарбо. Псевдоним был. Ну, ее взяли Гарбо, чтобы привлечь публику. Вот она, Грета Гарбо. В Голливуд, когда она попала, она очень часто играла русских. Между прочим, она одна из немногих звезд немого кино, которая пережила этот переход к звуковому кино. И, вы знаете, у ней оказался в звуковом кино такой низкий, немножко хрикпловатый голос. Оказалось, что такой голос очень считается эротическим, да, вот, эротичный такой голос. И вот она играла в кино. Очень часто она играла там русских. Вот это сейчас она в роли русской балерины. Одни переводчики называют ее, так сказать, грузинская, другие называют грушинская. Не знаю как, в разных источниках. Разные переводчики, разные дубляжи по-разному дублируют ее имя. Вот такая вот загадочная русская душа. Ей, конечно, все поклоняются, кто могут, да. Фильм такой был, Гранд Отель, знаменитейший фильм. Один из первых звуковых, но вполне полноценный фильм, да. Хотя вот такая, видите, вот, позы такие, как в немом кинематографе принимали, да. Еще она где-то играла русских, а, Ниночку, вот она, Ниночка. Знаменитый такой фильм, как советский, такой политический, немножко секретный деятель Ниночка прибывает в Париж. Такая серьезная, суровая, но сердце ее оттаивает, она становится такой нормальной, хорошей женщиной. Так вот, карьера Греты Гарбо продолжалась до 1941 года. Нужно сказать, что были у ней очень успешные фильмы и просто успешные фильмы, которые, в общем-то говоря, ну, историки кино воспринимают как провал. Потому что был обычный успешный фильм, а не супер-успешный фильм. Вот, так сказать, Ниночка, что-то среднее между очень успешным фильмом и супер-успешным фильмом, например. Это был ее предпоследний фильм, кстати говоря, Ниночка, а в 1941 году ее карьера закончилась. С тех пор она никогда не снималась, не общалась с людьми, стала совсем женщиной-загадкой, женщина-тайна, да. А так у нее образ такой в руковой красавицы, фам-фаталь, фатальная, фам-фатальная женщина. А умерла она уже где-то в начале 90-х годов в Нью-Йоркской квартире, жила она там почти безвылазно. Очень интересно, что жила она под чужой фамилией. То есть не под чужой, ее стала она своей фамилией, фамилией у нее стала Браун. У ней был даже паспорт на эту фамилию, она его с собой всегда носила. Хотя в Америке паспорта на улице не проверяют, так же, как в Советском Союзе не проверяли. Вот, вот так вот. Так вот, загадка-то открылась, когда в 90-е годы рассекретили архивы шведской секретной службы. Там в цивилизованном мире у них есть такое обычае, раз в 50 лет что-нибудь там рассекречивать. И вот пришлись эти архивы как раз с 40-х годов. Дело в том, что случилось следующее. Грета Гарба, шведка по происхождению, в 41-м году удостоилась общения с представителем американской разведки. Он сделал ей предложение, от которого не смогла отказаться, и поехала со специальным заданием в Швецию. В Швеция жила в своем особняке, у нее там был дом, она его купила еще до войны. И занималась всякими тайными делами. Как она это занималась, неизвестно. Она была вхожа в королевские дворы, да, вот, с королем шведским, с королем датским. Говорят, не без ее участия в Дании, оккупированной нацистами, относительно легко отнеслись к евреям, их не стали, так сказать, истреблять. С ее участием из Дании в Швецию был эвакуирован знаменитый ядерщик-физик Бор, оттуда нелегально вывезен в Британию. И при ее же участии был, как уж она участвовала, не знаю, был взорван завод тяжелой воды в Норвегии. Вот так вот. Всех благ вам, удачи, до свидания.